Новый 2016-й наступил предпраздничная суета, украшение елки, бой курантов и самая волшебная ночь в году. Все это уже позади. Кто-то предпочел встретить праздник в семейном кругу, другие с друзьями, а кто-то и вовсе загадывал ответное желание в другой стране. Однако всех объединяет мнение о том, что в Бресте продолжает витать настоящая новогодняя атмосфера. Брещанам особенно запомнилась главная красавица Ель, которая привнесла в город рождественский дух. Мы съездили с мужем в Люблин за рождественским настроением. И мы поняли, насколько крутой Брест, насколько в Бресте все сделано для этого. Мы приходим на площадь, там играет музыка, там эти паровозики. Ну, действительно, я никогда такого настроения не ловила. Так что огромное вообще спасибо мэру, не знаю, кто там причастен к этому властям города, что они реально очень крутую елку сделали. В этом елка вот наша главная. Чудесная. В этом году просто поразила. И сына нашего поразила красотой. И нам очень понравилось. Очень красивая сцена. Вот эти вот юла на площади красивая крутится. То есть, ну, видно, что, хотя и кризис, но все-таки город постарался для того, чтобы создать праздничное настроение. Веселая программа была. Как-то в этом году более так веселее была. Елка наряднее. А что запомнилось больше всего? Веселье. Масса людей. Несмотря на то, что перед наступлением Нового года горожане совершают многочисленные походы по магазинам в поисках подарков и всевозможных вкусностей для праздничного стола. Готовятся к корпоративным банкетам и домашним посиделкам в кругу родных и друзей. Ключевым событием, главной волшебной ночи, было есть и остается ожидание чуда. Ведь когда, как не подбой курантов, загадывать желания и поздравлять родных и близких? Брещане сегодня продолжают делиться своей радостью и добрыми словами. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, чтобы все их желания, которые они загадали, конечно же, исполнились. Уюта в ваших домах, тепла. И, конечно же, близких рядом. Что хочется пожелать брещанам? Мира, добра, благополучия и постоянного, круглогодичного весеннего настроения. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, приятно проводить время, денег побольше, всех благ. На следующей неделе брещан ждет уже последний в череде январских каникул праздник – Старый Новый год, который, кстати, редкий исторический феномен. Он получился в результате смены летоисчисления. Из-за расхождения календарей мы отмечаем два Нового года по старому и новому стилю. Этот день в старину носил название Васильева дня, с которым связано много примет и обычаев. К примеру, вечером 13 января было принято наряжаться, ходить в гости, календовать и гадать. Также мириться с друзьями и соседями, чтобы Новый год встретить в согласии. А в целом Старый Новый год – отличный повод вновь собрать семью и друзей за праздничным столом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова